Эта энергия, она проникает в нашу пищу, которая становится, я как нутрициолог могу точно вам подтвердить, которая становится не только пищей для нашего тела, но и для нашего духа. Ну, на самом деле, конечно, большое волнение, а говорить после Рава Дзильбера, это потрясающе. Окей, Мирям, скажи, как там можно уже начинать? Уже можно, мы вас слушаем, пожалуйста. Отлично, замечательно. Дорогие мои друзья, спасибо, что вы с нами. Я вижу, что действительно вас много, вам интересна эта тема. И начну с того, что на протяжении всей молитвы Роша Шана в Сидуре, наверняка и вы тоже встречались с такими суккин, такими пунктами, как страх, высказывание, как страх, который мы должны чувствовать перед Всевышним. Трепет, как то, что Всевышний, он очень грозный, но равый ойом. То есть такое у него, знаете, поэтические есть описания, как кого-то очень-очень грозного. И даже на русский иногда там переводится как страшный. И сегодня мы будем разбирать досконально тему страха, потому что тема серьёзная и действительно требует нашего внимания. Что за страх, какой бывает страх, как отличить страх от страха мирского и страха Всевышнего, как найти эту грань и как научиться бояться правильно. Что значит вообще, бывает ли такое понятие, как бояться правильно. И я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Я приготовила для вас небольшую презентацию, чтобы все эти знания наши, вся эта информация была более структурно, так сказать, сделана здесь. Здесь, окей, подскажите, видно хорошо, виден экран, полный размер? Прекрасно видно. Отлично. Окей. Значит, мы сегодня поговорим о том, как бояться Бога, как я уже сказала. Давайте прежде всего поймём, что такое страх в принципе, какие бывают страхи и так далее. Тут мне немножко заслоняет текст презентации, поэтому я буду идти своими словами, а кому интересно, может смотреть, делать скриншот и так далее. Итак, Тор разделяет страх на нижний страх и верхний страх. Страх нижний – это страх, боязнь, беспокойство, всё, что относится к событиям нашей реальной физической жизни в этом мире. Я боюсь чего-то, я боюсь животного, я боюсь таракана, змею, я боюсь летать на самолёте, я боюсь, не знаю, кого-то, чего-то и так далее. Знакомо нам этому, да, каждому, я думаю, что каждому присутствующему сейчас здесь, знакомо состояние страха, боязни или беспокойства. Это беспокойство, что будет, а что будет, если, а что происходит вообще, как это всё будет. И особенно в наши времена, во все времена это актуально, но особенно в наши, когда мы не совсем понимаем, что может произойти завтра, и куда выведет судьба человека, судьба простого еврея, как говорится, и тут сразу же становится интересно, когда, как говорится, судьба простого еврея сразу интересна всем в глазах, да, значит, будет точно что-то очень интересное. Так вот, это и есть нижний страх. Паха-тахтон, так называют его мудрецы, в частности, Байшемтов и Рабинахны. Есть другой страх, страх верхний или паха-тельон. Что это значит? Что это страх, который мы чувствуем перед Всевышним, перед Высшей Силой, которая действительно управляет всем. Эти два страха, они очень разные, у каждого из них есть своя задача, у каждого из них есть свои характеристики, и, дай Бог, всем нам с вами переключиться только на верхний страх. И как это сделать, мы сегодня попробуем подумать, разобраться вместе. Итак, что такое страх, да, что это в принципе такое? Давайте подумаем. Может быть, да, немножечко пофантазируем, почувствуем это ощущение, да, страх. Я чего-то боюсь, не знаю, что-нибудь попроще возьмите, да, там, скорпион. Не знаю, у нас в Израиле скорпион, но в России это, может, не знаю, черная кошка. Это эмоционально окрашенное состояние, да, которое сопровождает определенную ситуацию, которая может расцениваться как угрозу моему существованию, обычному существованию. Да, то есть это какое-то состояние, которое, конечно же, включает сразу же несколько аспектов. Моё это отрицательно окрашенное состояние, оно влияет на, во-первых, на меня, да, моё эмоциональное состояние, плохое настроение, скованность, да, ну, помогайте мне, и так далее, и то подобное. Моё физическое состояние, конечно же, выделяется адреналин, кортизол, учащается сердцебиение, полностью отключается марехетхисунит, иммунная система, да, когда мы боимся, когда мы находимся в стрессе, да, об этом есть у Рамбома очень интересные статьи, если мы в дальнейшем захотим, мы сможем тоже к этому вернуться, да, страх, стресс, да, ага, неуверенности, и всё это очень сильно влияет на наше здоровье, намного больше, чем, не знаю, окружающая среда, предположим, да. И это состояние также влияет на наше окружение, конечно же, когда мы в страхе, когда мы чего-то боимся, к сожалению, под раздачу попадают наши самые близкие, самые любимые и самые дорогие, да, представляете. И ещё страх создаёт такого рода, как Раалим, какие-то яды, да, духовного плана яды, которые, да, так выражается Байшемто, которые остаются в нас, в нашей душе, и если мы не делаем вовремя никуй Раалим, не очищаем эти яды, к сожалению, эти духовные зажимы превращаются в физические болезни. Нужно тоже понимать, что страх – это враг, да, нижний страх, о котором мы сейчас говорим, это наш первый враг нашему здоровью, нашему состоянию, нашему шлобайту, воспитанию детей и так далее и тому подобное. Есть ещё очень интересный феномен, который, я думаю, вы все согласитесь, что казалось бы, да, 21 век, и наши условия жизни предполагают, что у людей должно быть больше уверенности в жизни. Больницы, там совершенно безопасные, там перевозки, дома крепкие, да, всё, всё, что только возможно для того, чтобы человек не чувствовал страха. Но почему-то, к сожалению, и мы видим это вокруг, даже когда мы заглядываем в себя, не обязательно вокруг, а внутри себя, мы понимаем, что наша жизнь окутана страхом. Я думаю, что предыдущие поколения не могут похвастаться таким сильным зарядом страха, волнения, переживания и так далее, даже те, которые прошли тяжёлые времена. Итак, давайте ещё рассмотрим, как бы более глубоко разберём, что такое страх. На иврите страх – это пахад, слово пахад, а если прочитать слово пахад наоборот, то получается дахав. Дахав – это что-то, что тебя куда-то подталкивает, да, и страх действительно подталкивает нас к, не побоюсь такого громкого высказывания, подталкивает нас к смерти. Это вещь, которая может абсолютно уничтожить человеку жизнь, абсолютно. Да, и есть люди, которые, к сожалению, действительно в клиническом состоянии уже находятся и боятся выйти на улицу, например, да, и годами, годами находятся в заточении у себя дома. И их немало, к сожалению, в большом сожалению, да, и понятно, что все события в какой-то мере добавляют, но, опять-таки, подчеркну, более уверенной и устроенной жизни, чем сейчас есть в наших поколениях, просто не было никогда, и как бы это очень странно. И что такое сам по себе этот страх? Это ассоциация с реальностью, в которой есть зло, есть темнота. Когда я чего-то боюсь, я в своем сознании рисую какую-то картину и ассоциируюсь с ней, и ассоциируюсь с тем, что в будущем будет плохо. Мне будет плохо, я боюсь что-то делать, да, это может быть что угодно. Я боюсь открывать эссик, там, бизнес, например, свой, да, почему? Потому что я ассоциируюсь с той реальностью, когда у меня ничего не получится, да, не будем говорить обо мне, будем говорить о каком-то третьем лице, о котором мы с вами не знаем, да, пусть все эти вещи будут сказаны в никуда. Это, да, например, страх чего-то, что у кого-то, не знаю, что вдруг начнется какая-то болезнь. Болезни еще нет, но ассоциация с реальностью, в которой есть пустота и темнота, она уже становится реальной, она уже ощутима в этом человеке. Человек воображает ложные ситуации, да, это лживое воображение или воображение лжи. Димайон шекер, так мы говорим на еврейце, и Бальшемтов пишет так, Димайон шекер, да, кстати, слово Димайон, доме, домелеон, в своем исправленном, Димайон это изображение, да, в своем исправленном значении говорится, что он подобен Всевышнему, он подобен, да, и воображение, оно как бы делает copy-paste вот этого подобия, подобие моей реальности или отрицательной, или положительной, да, в данном случае, если это страх, то это реальность отрицательная. И мое воображение уже делает copy-paste как бы из плохой, выдуманной реальности, отрицательной в свою жизнь, copy-paste сейчас в мою реальность, и она начинает действовать. Так действует, так работает страх. Противоположный страху это битахон, или на русском уверенность, да, что такое битахон? Мы много очень говорим битахон, баашем, уверенность в Всевышнем, да, и так далее. Это ассоциация с реальностью, наполненной светом в будущем, когда человек знает, что в будущем будет хорошо. И ассоциирует свое воображение и свою жизнь именно с тем, что будет хорошо. И этот битахон, эта уверенность, она закладывается в человека, конечно же, в самом юном возрасте, когда ребенок видит вокруг себя родителей, которые верят в хорошее, верят в лучшее, верят в машиаха, верят в избавление, да, верят в то, что все будет хорошо. Это, конечно же, закладывается в этап муда, в подсознании ребенка, и он вырастает в уверенного человека. Да, даже если я, сейчас у меня что-то не получится, это всего лишь какой-то этап, я уверен, что я смогу, я вижу, я ассоциирую себя уже с тем светом, который будет в будущем, да, и человек может воображать истину, он может создавать сценарий положительных событий, да, то есть, опять-таки, давайте еще раз посмотрим на слайд, да, страх, левая сторона и уверенность, правая сторона, страх всегда сжимает наше сознание и указывает на что-то отрицательное, которое случится в будущем, или если это сейчас, допустим, знаете, как человек видит змею, он ее боится, почему? Потому что он уже понимает, воображает, как он уже укушен этой змеей, и вдруг почему-то нет противоядия ни в одной больнице Израиля, да, например, да, и уверенность – это противоположность. И важно понимать, что всегда у нас в лудаизме есть право и лево, всегда есть дуальность, всегда есть вещи, которые работают друг с другом. И перейдем дальше к Раву Беслеру. В книге «Письмо Ильяу» написано «Пахат-удага», называется так этот Маамар, «Пахат-удага» – страх и беспокойство. И в начале этого Маамара он приводит историю из Масехи Брахот, где Равин со своим учеником ведет по рынку. И вдруг Равин смотрит на своего ученика, видит, что тут весь побелел, он начинает скучать зубы, видит какой-то серьезный приступ паники, физически выражается у человека. И Рав говорит «Ты сейчас грешишь?» А ученик говорит «Как? Что значит грешишь? Что? Почему грешишь?» У нас же написано, что «Ашэйми фахэттамид» – всегда хорошо, что человек всегда боится. Он говорит «А, боится, должен бояться небес». Если человек впадает в состояние страха от мирских дел, значит, у него есть грех. И дальше пишет и расшифровывает нам все это Рав Деслер и пишет такими словами, это мой литературный перевод с иврита. «Страх и беспокойство о делах этого мира – это заблуждение. Беспокойство убивает нас…» Я прошу прощения, у меня тут закрытый текст. «Убивает наше настоящее», так он пишет, «не принося пользы будущим». Еще раз, убивает наше настоящее, не принося никакой пользы в будущем. Уже сейчас человек боится того, что будет в будущем и убивает сейчас вот эти минуты, эти, так сказать, свое настоящее, свою настоящую жизнь и, соответственно, не приносит никакой пользы в будущем. Пишет Рав Деслер. «Нечего бояться, все к лучшему». И даже если есть верующий человек, который боится мирских вещей, на самом деле это случается из-за того, что в глубине души, в подсознании, он боится своих грехов, а злое начало одевает их в страхи мирского. Думайтесь о том, что написал Рав Деслер, и давайте подумаем, что это значит. Для этого перейдем к следующему слайну, в котором я попыталась объяснить всю систему зарождения этого страха. Итак, предположим, что какой-то человек совершает грех. Теперь, какой-то грех. В литературе наших мудрецов в данном случае употребляется слово «авон». «Авон», «авонот», то есть это не «хэт», а «авон», хотя это может быть что-то и другое. Есть некоторые различия между «хэт» и «авон». «Авон» – это больше относится к моим страстям, к человеческим страстям. То есть это что-то, что делает человек, несмотря на то, что он знает, что этого делать нельзя, и все равно делает, потому что ему очень-очень хочется, или он это где-то видел и так далее. А грех «хэт» – это когда мы промахиваемся случайно. Мы очень хотели, например, что-то там, планировали, но как-то так случилось. Не знаю, случайно зажгли свет шаббат. Не знаю, случайно так получилось, съели там трефное. Бывает, все в жизни бывает, понятно, для этого и создан этот мир, для того, чтобы это все исправлять. А «авон» – это именно те грехи, которые мы совершаем, зная, что это серый рынок, вроде как, может быть, и не совсем запрещено, но и не разрешено что-то такое. Или, допустим, знаем, что это запрещено, но просто не могли сдержаться. Это относится к нашим «авонов». Это состояние, конечно же, зависит от наших эгоистических желаний. Понятно, наше эго, наше «я царара», он всегда стоит как бы на страже, чтобы мы, не дай бог, не пропустили какой-нибудь свой «авон», свое какое-то вожделение, чтобы случайно оно мимо нас не прошло. Обязательно. Различные возбудители. На иврите это называется «герой». Я перевела как слово «возбудитель» – «герой» в плане того, что постоянно извне попадают какие-то послания, какая-то информация, которая постоянно толкает тебя на что-то. В данном случае, в большей мере, я имею в виду информационное поле, постоянно нам внушают в том, что у нас чего-то не хватает. Вся фишка маркетинга основана на том, чтобы долбить всем нам в голову, что без вот этой вот фишечки наша жизнь – это просто, ну, вообще просто невыносимое страдание. И пока мы не купим вот этот там комбайн, машину, не знаю, что, не сделаем там пересадку чего-нибудь там, то мы просто ничтожество, да. И это постоянно-постоянно вызывает нас состояние вот этого стресса, что мне не хватает, я хочу, я хочу это, я хочу это, я хочу то, я хочу то. И, конечно же, это обычные химические возбудители, наркотики, алкоголь, да, и Рав Ашероб очень интересно отзывается об этом, что, допустим, те же наркотики, которые, в принципе, могут открыть человеку сознание, да, для того, чтобы он получил какую-то более раскрытую информацию или алкоголь, да, в каком-то состоянии, когда человек, не знаю, более притупленные какие-то ощущения и так далее, да, и наоборот он пропускает, пропускает какую-то информацию, да, эти оба, эти состояния приводят к тому, что, ну, на каббалистическом языке это называется клишавур, да, разбитые сосуды, когда человек не может, его душа не может, и сам человек не может противостоять этим желаниям, да, желаниям этих вожделений. И в тот момент, когда человек делает что-то, что, если так вот представить, прям такой метафорой, да, то есть в данном случае этим грехом он как будто протыкает, вот представьте такую оболочку, да, которая сохраняет нашу душу в полной, так сказать, в неприкосновенности, да, этого мира материального. И в этот момент просто делает дырку, да, и через эту дырку этот грех, да, забирает энергию нашей души. На каббалистическом языке называется йонгкин, да, они как бы отсасывают, да, вот плохие сущности, плохая энергия, она отсасывает свет нашей души. И что остаётся? Остаётся пустота, да, то есть когда происходит утечка этой энергии, остаётся пустое место в душе, в душе нашей. И эта пустота, а, как говорится, святое место пусто не бывает, да. Что есть в колодце, когда нет там воды? Спасибо, наверняка многие ответили сами себе. Есть там нахашим, веакровим, змей и скорпион. И как только в нашей душе остаётся пустота, она сразу заполняется тьмой. Будет правильнее сказать, как только уходит свет, на его место заходит тьма. Теперь мы знаем в иудаизме, что тьмы не существует, самой тьмы не существует. Что это значит? Что тьма — это отсутствие света. Так вот, как только в нашей душе образовалось вот это отверстие, эта дырка, которая образовалась из-за нашего греха, так мы его назовём, да, это может быть всё что угодно, это такое страшное слово на русском — грех, да, но в любом случае, в этом месте образовывается темнота. И всё это приводит к страху, к эмоциональному состоянию страха, постоянной неуверенности в том, что будет, что происходит сейчас, да, и это ещё как бы, так сказать, эти состояния, это то, что я сейчас описываю, это обычные состояния, которые все мы с вами ощущаем, особенно в последние дни, так скажем, да. Люди, которые долго остаются вот в этих состояниях, конечно же, там, к сожалению, тьма сбущается настолько, что этот страх укореняется, и там селятся, на самом деле, уже клинические состояния, которые необходимо, так сказать, принимать меры, скажем, назовём это так, да, помогать человеку, лечить человека, да, выводить его в состояние паники, да, или уже более серьёзных каких-то нарушений. И всё это происходит из-за недостатка божественного света, да, то есть мы понимаем, как только наша душа теряет, как из шариков, из него начинает выходить, да, вот этот божественный свет в этот момент наполняется тьмой, да, конечно же, включается ложное воображение, да, мы уже об этом говорили, что человек всё время думает, что будет плохо, я выйду на улицу, сразу же что-то случится, и это там обязательно случится и так далее. Естественно, мы понимаем, что мы программируем себя и программируем вокруг реальность, да, и мы наделяем силой то, что не имеет силы вообще. И очень известное высказывание из меры не змея убивает, а грех убивает, да, это именно то, о чём мы сейчас с вами проговорили, что сама змея, она не убивает, потому что нет ничего в этом мире, и сейчас мы будем раскрывать эту тему, которая независима от Творца. Нет случайной змеи, нет случайного таракана, нет случайного, не знаю кого, собаки злой, нет, такого не существует, не существует никаких случайностей в нашей жизни. Всё, что происходит с нами, запомните это очень-очень хорошо, любое событие в жизни, которое происходит с нами, это точное ажгаха против, индивидуальное проведение Всевышнего. Поэтому всегда, когда что-то происходит, отрицательные события, которые ведут за собой отрицательные эмоции, это всегда нужно понимать, что сейчас мне показывают тот аспект, который я должен проработать в своей душе. Почему? Немножко забегая вперёд, потому что сами события, так же, как змея или ещё там что-то, кого-то что-то пугает, или какие-то события, которые происходят сейчас в окружении, сама эта ситуация, она нейтральна. И окрас этой ситуации придаём именно мы, которые руководствуемся, или пустотой, страхом и ложным воображением, или бетахоном, бетахоном, уверенностью, светом Творца и знанием, что будет всё хорошо, и то, что происходит, уже летула, уже летула, уже к лучшему. Большой Митоп говорил, что каждый еврей должен уделять несколько минут тому, чтобы всё время фокусироваться на том и приучать себя, всё, что происходит, говорить, что это к лучшему. То есть делать кодировку на лучшее и проецировать реальность к лучшему. И перейдём дальше. Рам вам говорит, На иврите это звучит более, так сказать, более интересная игра слов. Что значит одного эхад? Естественно, что это Творец. Эхад – это Творец, всегда первый и единственный, ещё до состояния разделения. Мы в Шмай-Исраэль говорим, Ашем-Эхад – он единственный, и в Багадоль, в Большем, он единственный, который существует в этом мире. И всё остальное – это часть его, включая нас с вами сейчас, даже включая этот Мак и Зум и всё остальное. Тот, кто боится И здесь я уже даю такую подсказочку, что уже делать с этим страхом. И сейчас мы разберём досконально, что нам делать с этими страхами. Конечно же, в рамках одного урока времени очень мало, но в любом случае вы должны знать, что еврейский подход очень трепетно относятся к эмоциональному состоянию человека. И много, очень много литературы и классики, я имею в виду Большемтов, Кассидизма, и Раби Нахман и так далее, очень много говорят о том, как бороться со страхом. И даже дают нам реальные упражнения и тренинги. Сейчас мы всё это проговорим. И мудрецы советуют нам, человек, который ощущает, что страх или волнение, не какое-то волнение, знаете, немножко взволновался перед ответственным уроком, например, а именно, да, ага, состояние постоянного беспокойства, что будет, как будет, где будет, что, эти все состояния исходят от того, что мы забываем элементарные принципы веры. Просто забываем это. Согласитесь со мной, что в обычной жизни, знаете, когда всё набегут, там, дети, там, не знаю, покупки, там, да, про женские наши, так сказать, суетные заботы, действительно забываешь, да, что если вдруг ты не успел, как-то там, закрыть, до закрытия магазина, да, или не успел купить хал, что всё это от него, это не случайно, это не что-то такое, что какая-то поломка в нашей системе произошла, вообще нет. Эта ситуация непосредственно должна нас чему-то научить. В большей степени подсветить нам те вещи, которые у нас есть внутри, которые мы должны проработать. Эгоистические желания, да, установки, убеждения, всё, что сидит у нас здесь глубоко в подсознании и в сознании, которые всё время выбрасывают нам эти реакции, да, реакции на какие-то события. Событие, оно нейтральное, да, а реакции наши могут быть отрицательные или положительные. Итак, мы должны помнить принципы веры, да, и помнить, что является корнем всего, да, и, конечно же, вы уже понимаете, да, уже знаете, что я хочу этим сказать. Корень всего это только творец, только творец. Окей, если мы не помним все 13 принципов веры, давайте запомним один большой принцип веры, который говорит, что всё, что с тобой происходит, только от творца. И всё это к лучшему. Это закон. Хотите вы в это не верить, сказать, ну как это может быть к лучшему, да, понятно, что Ецер нам не даст в это поверить, он будет делать всё, что угодно, шептать нам всякие-всякие страшные рассказы, рассказывать, как это всё было, и как это всё ужасно будет. он очень искусный в этом, да, но это закон. Всё от него и всё к лучшему. И как бы просто совет, лучше всё-таки, да, поверить этим законам духовных миров и постараться построить свою жизнь именно на этих принципах, на этих постулатах. Теперь контакт с Творцом. Контакт с Творцом Большой Маток пишет, что называет он это Идбодедуд, и можно это назвать, не знаю, может, в нашем современном языке медитации, да, или там мантра какая-то, да, но то, о чём пишут наши мудрецы, что у человека должно быть хотя бы 5 минут в день время, когда он общается, разговаривает с Творцом, когда он находится в состоянии контакта, потому что только таким образом мы можем действительно понять, ощутить всем своим существом, что есть он, он есть, и он управляет нашей жизнью, получать от него конкретные ответы. Это работает, друзья. для того, чтобы установить контакт с Творцом, действительно нужна практика и нужна работа. Само по себе это не приходит. Тут мы возвращаемся, конечно же, к теме молитвы. Да, молитва. Молитва – это не пседур, там кто-то там уткнулся и там что-то делает, а про катавра какая-то. Нет. Это именно контакт, это разговор с Творцом. и действительно стоит уделить этому время. И также есть практики очищения от отрицательных эмоций. Сейчас, может быть, мы чуть больше это раскроем, но действительно каждая отрицательная эмоция, как я уже сказала, это нам помощь от Творца, который подсвечивает нам еще какой-то шкафчик в нашей души, в нашем сердце, в котором скопилось наше эго. И оно туда спряталось и сидит там и поджидает, когда же будет похожая ситуация, когда я могу триггернуть, выскочить и человека погрузить в уныние, в отчаяние, в страх, не знаю, скажите, что в зависти и так далее и тому подобное. И эти отрицательные эмоции нам, конечно же, нужно чистить. Чистить их лучше всего известным нам способом это хазарабы чува, это раскаяние. И теперь это не какое-то громкое слово раскаяние, это раскаяние, мы все видим, ну, чтобы сделать раскаяние, нужно как минимум прийти на стену плач, вообще нет, вообще даже не нужно об этом думать. Раскаяние это четкий, четкая структура действий, которой нужно желание и готовность. и мы знаем уже что нужно делать, это ведуй харата вэкаббалалятит. Ведуй, то, что мы все это делаем сейчас, в 10 дней раскаяния, это самое лучшее время, самое нужное время для того, чтобы это делать. Ведуй, то, что мы будем делать в Йонг-Кипур несколько раз. Ведуй, мы признаемся в том, что что-то в моей душе есть, что все-таки еще сидит вот этот эгоист, который хочет тянуть одеяло на себя. Мы раскаемся в этом, харата, мы не хотим этого, мы понимаем, что это причиняет большой вред, как мы сказали, не только моему организму, в качестве стресса и страха, и харадот, паники и так далее. Это, конечно же, мое ближайшее мое окружение, которое обязательно попадет под раздачу и вообще состояние всей моей реальности. Я делаю ведуй, как я сказала, харата и каббала лати. Я хочу, я настраиваюсь сейчас на свое желание, что я хочу исправиться, я хочу быть другой. И там я делаю такое упражнение, когда я представляю, что я уже исправилась от этого, у меня уже нет этого страха, например, страх, например, жука. Я ощущаю, что я вижу, я там, допустим, погружаюсь, нахожусь в состоянии расслабленного, расслабленного, вижу, что есть возле меня жук, и я просто сканирую свое тело, как я сейчас к этому отношусь, например, не какую-то отрицательную ситуацию, которая меня очень-очень-то вернула, кто-то что-то плохого мне сделал. Это не кто-то что-то, опять-таки, повторюсь, что это не кто-то что-то плохое мне сделал. Это четкое проведение творца. И нету кого-то плохого, чего-то плохого, есть только творец, только творец. и очень интересно на самом деле послушать ваши комментарии, увидеть, что вы насчет этого думаете, как-то откликается это или нет. И таким образом мы совершаем процесс раскаяния, процесс чубы и очищаемся от этих отрицательных эмоций. И Раби Нахман дает нам ежедневное упражнение. Прямо тренинг от Раби Нахмана. Пожалуйста, берите и делайте. Что он пишет? Что о своих авуноут или грехах хатаим нужно с ними работать. Нужно завести такой блокнотик, в котором в течение дня, если что-то случается, какая-то мысль не те, действие не те, что-то не получилось и так далее, я чувствую, что что-то я не то сделала. Я записываю это в блокнот. И потом в конце дня буквально 2-3 минуты я смотрю, вспоминаю эту ситуацию. Обязательно рядом со мной есть адвокат, мой адвокат, которого, естественно, я себе представляю, который оправдывает меня. У нее не получилось сделать так-то и так-то. Не получилось положить сдоху, потому что там не было мелочи, не знаю, не получилось сказать всю молитву, потому что дети, потому что то, потому что сё. Потом мы отслеживаем свое желание измениться, мы принимаем это, мы делаем это в следующий день. Например, я говорю, что вот из такой ситуации суд, который я над собой сделала, присудил, что я должна дать двойную закупу, штраф. Наложил на меня такой штраф. Я это делаю и освобождаюсь полностью, можно даже вычеркнуть, пойти по практикам НЛП, разорвать эту бумажку и выкинуть ее. Полностью освобождаюсь от ощущения того, что я что-то плохо сделала. Потому что я еще раз повторю, может быть, это было не совсем ощутимо понятно. Наш страх приходит, у верующего человека приходит тогда, когда я чувствую или даже не чувствую, а в подсознании это приходит, потому что моя душа знает, все знает, знает, что я напортачу. Как только это происходит, постоянное ощущение, что я что-то сделал не то, значит, что-то сейчас должно мне за это прилететь. И это логично, и это правильно. Почему? Потому что когда мы нарушаем законы, законы природы, законы Всевышнего, природы в плане Эллоким, его законы, то, конечно же, нарушается подача кислорода, согласитесь со мной, если ты перекрутил шланг с кислородом своими танцами, то понятно, что в какой-то момент действительно станет тяжело дышать. Или если человек засунул два пальца в розетку, понятно, что будет реакция. В духовных мирах происходит то же самое. И вот наша душа знает, что если человек сделал что-то, что не подобало по закону и так далее и тому подобное, то есть повод, я образно говорю, есть повод бояться чего-то. Например, змеи, которые могут приползти и укусить, или там самолет, или машину и так далее и тому подобное. То есть практика Родинахмана она очень проста. Ты сам делаешь себе суд и сам выносишь себе такой как бы штраф, который ты оплачиваешь и тут же освобождаешься от ощущения того, что у меня есть, собрались там целая уже папочка грехов, да, я ее только с Юнки-Пура на Юнки-Пур перетаскиваю, перетаскиваю и сам себя простить не могу, например, да, и как бы они никуда не деваются, да, соответственно, ожидаем чего? Ожидаем справедливого наказания. Так вот, чтобы это не случилось и чтобы сам человек сам себя не загонял в постоянное вот это колесо, сейчас, наверное, там что-то случится, но вот должно же быть, должно же быть, оно действительно должно и оно действительно случится, если мы постоянно судь, как бы находимся в состоянии ожидания вот этого суда, да, а если мы здесь прорабатываем это и относимся к себе с милосердием искренне, я сейчас не говорю о том, что там человек сделал, допустим, какой-то грех, и потом себя полностью оправдал, там, зажалел, да, и вот он такой милосердный по отношению к себе, нет, я говорю про искренний процесс. Окей, мы продолжим дальше, чтобы успеть понять еще интересные вещи. и против вот этого страха, низкого страха, нижнего страха, пахада атактон, есть у нас пахад альйон, это трепет перед творцом, да, это состояние осознания того, что все в этом мире происходит только по желанию творца, под его строгим руководством, и я человек ощущает страх нарушить ход плана божественного, он боится, он боится нарушить эту связь, он боится обидеть творца какими-то своими поведениями, он боится отдалиться от источника жизни, не только по эгоистическому соображению, конечно, я удаляюсь от источника жизни, понятно, что отдаляясь, я приближаюсь к смерти, имеется в виду духовной смерти, не физической, хотя в этом тоже есть интересные аспекты в таких понятиях как тара, чистота, но это не сейчас, в любом случае, это и есть трепет перед творцом, и обратите внимание, здесь тоже у нас есть такая интересная игра с буквой Алиф, которая у нас, помните, от слова Эхад, слово изгнание Гула и избавление Геула отличается только лишь одной буквой Алиф. Буква Алиф сама по себе, кто видел, как написано Алиф в Торе или как больше знакомо с шрифтом, печатным шрифтом, приблизительно как видите здесь, это буква ВА и два Юда сверху и внизу, и вместе эти гематрии составляют 26. 26 это и есть гематрия имени Всевышнего, Юдки и Вавки. Именно то имя, если вы помните с нашей встречи о качестве милосердия, это то имя, с которым Всевышний создает нашу реальность. И это буква. Если мы слово изгнание добавляем Всевышнего, то мы получаем избавление Геула. Если в наш страх, который присутствует в каждом из нас, страх, что что-то пойдет не так, страх за детей, страх за мужа, страх за себя, страх за миллионы, миллионы, миллионы вещей, если туда мы добавляем Творца, если туда мы добавляем букву АЛЕФ, самого Творца, корень всех корней, то этот страх превращается в что-то самое-самое ценное, что есть в иудаизме. Сейчас мы еще раз это проговорим, естественно. Единственное, могу сказать, что еще если говорить о ИРА, страх крепит перед Творцом, то в Утреце нам рассказывают, что есть три уровня такого страха. Первый страх это страх, который охватывает наше тело и органы, и это в основном страх наказания. Наказание. Я знаю, что Творец он всем управляет, поэтому я его боюсь. Еще этот страх называет Раммон, называют его страх женщин и младенцев. Женщины, не примите это никак на свой счет, раньше были другие и женщин. Мы не об этом. Но это тот страх на физиологическом уровне. Это тоже говорит о глубочайшей вере. Я чувствую телом, что я боюсь Творца. Я боюсь. Я боюсь его наказания. Не дай Бог, я боюсь увидеть его. Мы знаем, что когда на горе Синай при Синайском откровении Всевышний открылся всем, то что произошло, если вы помните, что люди просто все дрожали от страха. Именно от страха, от ира, от трепета перед Творцом это выражалось и физическим состоянием дрожи. И мы знаем, что Медрашин пишет, что душа просто выходила из тела. Настолько это было сильнейшее потрясение от трепета перед того, что открывалось перед глазами людей. Следующий более глубокий уровень страха это страх эмоциональный, который мы ощущаем. Мы все время живем с этим. Если физический страх он как бы волна адреналина сошла, отдышался, успокоился, водички попил, вроде как легче стало. А вот на эмоциональном, на уровне чувств мы все время ощущаем присутствия, присутствия, вот этот глаз, который смотрит на нас все время, где бы мы ни были, что бы мы ни делали. Big brother, большой брат, или как у нас в Израиле, Аха Гадоль, это такая как бы метафора, но это добавляет вот этого ощущения эмоционального трепета, постоянного ощущения. конечно же самый глубокий уровень страха это на уровне сознания. И это действительно это открыто перед всеми, но к сожалению большинство из нас не могут прийти к такому высокому состоянию сознания, когда человек, в данном случае это праведники, постоянно находится в сознании, у них они стоят перед Творцом. Всё, что они говорят, всё, что они делают, они делают это в трепете перед Творцом, чтобы не дай Бог, не дай Бог никак его не обидеть, в кавычках, конечно же, не дай Бог не навредить вот этому великолепному созданию нашей этой вселенной, навредить своим каким-то действиям, своей плохой мыслью, потому что мы знаем, что мысли праведников они тоже меняют весь этот мир или к лучшему или к худшему, если праведник допустит какие-то плохие мысли, то понятно, соответственно, и Всевышний будет спрашивать с него в соответствии с его уровнем, его души. Авраам, я видела, что есть вопрос, давайте я закончу и оставлю время для вопросов. Итак, мы поняли, что изгнание и избавление, страх и страх низкий и страх высокий отличается именно присутствием Всевышнего в нашей жизни. Царь Шламу пишет Ирата Шем решит хохма Ирата Шем Начало мудрости это трепет перед Богом. Начало мудрости это пишет самый мудрый человек во все века, так о нем написано. И начало мудрости это трепет перед Богом. Только когда ты понимаешь, как устроены божественные духовные законы, тогда только начинается твоя мудрость. Это не эрудиция и не начитанность, это именно мудрость. Теперь скажу очень важную еще вещь. Если Всевышний все время заповедует нам есть заповедь любить Всевышнего, любить Всевышнего, и мы в Шма Исраэль говорим об этом, в Афта, это Шем Лукеха, все время говорим о любви, о любви, то почему же так ценно состояние трепета. И в двух словах могу сказать, что трепет и любовь это две руки. И мы знаем, что правая рука это милосердие, Всевышний обнимает нас правой рукой, и это выражение любви, а левая рука это говорот, это ира, Всевышний нас останавливает, ограничивает левой рукой, и это есть ира. Соответственно здесь у нас помнится, даже есть в наших праотцах, есть ава, это Авраам, ира, это Ицхак, и они вместе могут уже родить Яакова, который в себе содержит и любовь, и трепет, и называется это Тиферет, Тиферет, в серединке и по Древу Десяти Сферот, он находится в самом сердце, в самой середине, он совмещает в себе и любовь, и трепет. Так вот, к настоящей любви мы не можем прийти без трепета. И хочу сказать, что, конечно же, это проекция на всю нашу жизнь. В данном случае нам будет очень легко ощутить это на проекте, на наше отношение с нашим партнёром, с мужем или женой. Если нас тоже слушают мужчины, конечно же, без трепета нельзя прийти к настоящей любви. Трепет к человеку не, я не боюсь, что там кто-то меня ударит, жена не боится, что муж её ударит кулаком по голове, а муж не боится, что она его, не знаю, сковородка нагрит. Нет, это не страх, это трепет, трепет обидеть, трепет сказать не то слово какое-то, чем-то задеть, сохранить хорошее настроение, сохранить его хорошее здоровье, трепет на ощущение. Без этого ощущения настоящая любовь, она недостижима. Поэтому, когда Всевышний открывается перед еврейским народом на горе Синай, сначала все ощущают огромный, огромный трепет, можно сказать, даже ужас, ужас от того, что это возможно и реально увидеть самого Творца. И только через этот трепет мы переходим к любви. И трепет это то, что мы должны ощутить в Йом-Кипур. Возвращаясь к теме нашего урока, как бояться Бога. Его нужно не бояться. Ой, он может меня сейчас покарать, покарать. Ой-ой-ой-ой. Я же там наворотил себе, да, и забыл или не успел пропустил сделать там по Раби Нахману все мои тренинги, то, что Лея сказала. Это не такой страх. Ой, приползет сейчас там, не знаю, что-то кто-то зайдет, что-то сделает и так далее. Это тот страх, когда я от огромного счастья осознаю, что я рядом с ним. Я очень боюсь как-то неловко задеть своем поведении, расстроить своего любимого отца. Помните, мы говорили, что в Йом-Кипур наше отношение от Роша-Шана царя, такого грозного царя, который вершит над нами судья, вершит над нами суд. Мы в Йом-Кипур через спустя 10 дней раскаяния переходим в состояние трепета к Отцу. Мы его любим и уважаем. И мы трепещем перед ним от большого уважения и страха как-то навредить. И через этот трепет мы приходим к состоянию глубокой настоящей любви. Любви, когда мы становимся одним целым. И это происходит в Суккот. В Суккот с Божьей помощью уже совсем-совсем скоро уже многие начали строить Сукк. У нас в Израиле так точно, в Москве, наверное, в России в некоторых местах снег и дождь пойдет. Но в любом случае мы именно в Сукке будем ощущать это единство. Единство и в плане материальном нашего тела, когда мы полностью находимся под сенью любви, под сенью Суки. И, конечно, на духовном уровне. И хочу заключить заключительные фразы сказать. Фраза царя Давида из Мизморли Давид, один из моих любимых, любимых Тейлин. И скажу честно, что это настоящее труфа, настоящее лекарство от страха. Этот Тейлин это настоящее, вот именно этот берег 23-й, если я не ошибаюсь, настоящее лекарство от любого страха. И Давид говорит, даже если пойду долиной тьмы, не устрашусь зла, ибо ты со мной. Ты мой творец, мой отец, мой судья, мой царь, мой возлюбленный, которого я трепещу и хочу сохранить наши отношения, боюсь испортить отношения, испортить нашу связь своим каким-то поведением. Благодарю вас за ваше внимание. Давайте оставим, если есть, еще минутка на вопросы, с удовольствием отвечу. Огромное спасибо, потрясающий урок, действительно, раба не тлея. Спасибо. Здесь были вопросы в чате. вот эти вот три качества, которые в конце кстати назвали, у меня есть дополнительный вопрос, но если останется время. Отец, царь, возлюбленный, тоже недавно эту тему читала Урау Гинсбурга, интересные мысли. Давайте вот что сделаем. Авраам тянет руку, я надеюсь, что это просто женщина, которая слушает наш урок с телефона или с устройства. Да, я не женщина, я мужчина. Урок женский просто у нас. Ничего, у каждого свои недостатки, не волнуйтесь. А я думал, что можно всем слушать, там не написано столько женщин. Вот, но я хотел спросить просто, есть такие, может быть, грехи, которые никак не искупить, а только какой-то страшной смертью, или нет таких грехов? Конечно же, Рамбом пишет, вот сейчас я всех напугаю в конце, благодаря вашему вопросу. Рамбом нам четко пишет, что да, есть такие грехи, которые искупляются только смертью. Есть три вида грехов. Есть грехи, которые искупляются смертью, грехи, которые искупляются Йом-Кипуром и грехи, которые искупляются нашими вот этими нисхенот, нашими испытаниями, которые посылает нам Всевышний в течение года. Есть большинство из этих грехов, в которых более легких мы искупаем именно раскаяния, понятно. То есть есть вещи, действительно есть список таких вещей, которые Всевышний не прощает и человеку нужно, к сожалению, уйти в мир иной, пройти там чистилище, вернуться в Новый Гильгуль и еще раз прожить непростую жизнь, чтобы это искупить. Еще вопрос. Вот Раби Акива умер какой-то очень страшной смерти, с него там что-то сдирали кожу, он что, совершал какие-то страшные грехи или это непонятно, почему он такой умер страшный? Раби Акива всю свою жизнь осознанно молился и просил Творца, чтобы он удостоил его исполнить заповедь. Знаете, какую заповедь? Умереть за Кидуша Шем, умереть за, как сказать, за священие имени Всевышнего. Он молился об этом. И когда пришли к нему его ученики, когда он уже был в плену у римлян и уже перед этой страшной казнью, они сказали Раби, давайте попросим, чтобы все-таки изменили вид казни. И он отказался ни в коем случае. Я хочу сделать это для Творца, потому что человек, который понимает духовные процессы, он понимает, что сейчас вот это, ну как это все очень, пожалуйста, принимайте мои слова не так сказать дословно, но человек, который понимает, что сейчас вот это страшнейшее испытание поднимает его сразу на несколько ступеней ближе ко Всевышнему навечно, навечно, и приближает его к самому кисе, кисе кого-то, к трону Творца, который знает это, знает это, не просто верит, а знает это. Он идет на это, он идет на это осознанно, он просит это, и он благодарен Творцу. И он умирает в этой страшной пытке, умирает со словами Шмай и Сраиля Шамеха. Спасибо. Я хочу сказать спасибо вам за то, что мужчина не постеснялся задавать вопросы и доверяет мнению Рабанита, не пошел на прямую кровь. Спасибо вам большое, Аврам, за... Почему нет? Спасибо. Просто многие мужчины, да, они не очень доверяют женскому мнению, а у нас вот такие вот очень глубокие. Спасибо, приходите еще. Будем рады вас видеть. Спасибо, спасибо. Спасибо. Рабанит Лея, с вашего позволения, скажите, пожалуйста, сколько минут у нас есть, чтобы отвечать на вопросы? Каким временем вы располагаете? Ну, давайте посмотрим, сколько вопросов, Ирина. Хорошо. Я не знаю, поэтому я... У меня тоже. Анна спрашивает, Рабанита, какие возможны физические болезни из-за духовных ядов страха? Друзья, друзья, все, все наши болезни, даже, можно сказать, вирусы, все от страхов, все. Причем, чем глубже, тем хуже, да. Раковые опухоли, к сожалению, это тоже причина этих страшных болезней, кроется в нашем внутреннем мире. И даже то, если человек заражается там чем-то извне, каким-то вирусом, да, это значит, что его иммунная система плохо работает. Да, это значит, что он находится в стрессе, сразу можно сказать, да, и вы отслеживаете за собой, когда мы в стрессе, когда мы уставшие, когда у нас нет сил, когда мы боимся всего на свете, ехать в автобусе, ехать в машине, ездить на самолете, идти туда, идти сюда. Ни о какой защите иммунитета не может идти речи. Не может идти речи, да, окей? Вот так. Ирена, у вас включен микрофон, пожалуйста, мы вас слушаем. Спасибо. Такой вопрос. Первое. Я как бы начинающий человек в этом, и какие-то вещи делаю, какие-то не делаю, что-то себе, ну как, беру какое-то себе обещание, что я буду делать, но я не делаю гораздо больше, чем я делаю. Так что я должна жить в постоянном страхе перед Творцом за то, что я не делаю из тех там 200 или 300 заповедей, которые я могу делать. Ни в коем случае не нужно жить в страхе, нижнем страхе. Не нужно жить в нижнем страхе, что вот сейчас мне прилетит от любимого папочки на голове. Самое первое – это ваша кавана, ваша направленность, ваше внутреннее желание. Это самое главное. Если вы стремитесь приблизиться к Творцу, и вы говорите с ним, и вы высказываете ему, что это ваше желание, как вы говорите, вы начинающий человек. Начинающий человек – это человек, который хочет, хочет и делает первые шаги, которые самые-самые сложные. Самые сложные. Потом всё, оно легче, 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 уже дальше понакатанное, уже как бы само собой. И эти ваши шаги для него самые ценные, самые сладкие, самые-самые лучшие. Это такая, можно представить такую метафору, когда ребёнок приходит, не знаю, 8 марта, входит к маме в спальню, приготовил есть завтрак. Знаете, тут и там яйцо в смятку, и там кетчуп, и сверху клубника, и дальше там, не знаю, взбитые в сливки. Вроде там, не знаю, с точки зрения типа как заповеди. Вроде что-то знали, что-то сделали, что-то не знали, не сделали. И вот он приходит к маме, он хочет порадовать маму. И мама счастлива, и этот завтрак просто, она там пищит просто от восторга. Это то же самое. Поэтому нужно ощущать наоборот, не жить в страхе, а жить в радости. Вау, у меня получилось за эту неделю ещё услышать урок. Представляете, какое это чудо, как там все ангелы просто трепещут от того, что Ирочка пришла, включила компьютер, сидит и уже час слушает там Деврей Тура. Вот об этом вы должны всё время думать. И только так, только так, ваше доброе начало, ваш свет начнёт увеличиваться, увеличиваться. Когда увеличивается свет, тьма уходит автоматически. Мы сказали, что тьмы не существует. Тьма – это только отсутствие света. Как только все эти места наполнятся светом, и страхи тоже уйдут. Поэтому, пожалуйста, не путайте страх Бога, что вот я не сделала там, не знаю, какой-нибудь там заповедь, не знаешь. Окей, поэтому Всевышний меня будет наказывать. Всевышний вас любит. Он ждёт каждый ваш шажочек, как папа своего маленького-маленького, свою дочурочку. Вот так нужно относиться к этому. Можно ещё, ещё короткий, очень практический вопрос. Я сейчас стала говорить о Миду во время Рошашана до Йомки-Пура. И это я знаю, я читаю, там есть специальная Амида для этого периода, между Рошашана и Йомки-Пур. Это та Амида, которая на Рошашана, правильно, эти 10 дней. На Рошашана и эти 10 дней та же… Ну, Йомки-Пур я буду читать не отдельная книжка. Но от Рошашана первые два дня есть Амида к самому, когда, ну… Есть благословения, которые практически те же. В Рошашана очень долгая Амида, что вы не пугайтесь. В обычные дни, сейчас вот эти 10 дней трепета, ну их уже не 10, да, Амида, она другая. И в Шаббат Амида другая, и в Йомки-Пур будет Амида совсем другая. Поэтому, конечно, лучше перед тем, как мы начинаем молиться, открыть и на русском языке прочитать. Посмотреть, чем они отличаются, да. Но Амида другая, если у вас будут практически такие вопросы, лучше обратиться там и кому-то из общины, помогут с удовольствием, да, или ко мне даже обращайтесь, я вам… Ну, я понимаю, я понимаю, я понимаю, то есть сейчас эти дни, обычная Амида такая, как обычные дни. Обычная Амида, но есть вставочки, да, там вы увидите там звездочку или как-то у вас будет обозначено, есть вставки, да, которые говорят о том, что Всевышний записывает, мы просим, чтобы он записал нас в книгу жизни, что он Мелиха Шофет, что он царь, который нас судит и так далее. То есть там есть… Это на Роша Шана, это на Роша Шана, я понимаю. Это на сейчас, это на эти… Это именно сейчас. Так, поняла, поняла. Хорошо, спасибо, спасибо. Вы, наверное, психолог, правильно? Нет, я нутрициолог. А, ну это… Да, все, спасибо. Шана Тавануна такая, большое спасибо. Будьте здоровы, спасибо. Спасибо. Со своей стороны я выступлю адвокатом Ирены, она на самом деле каждый вечер упорно слушает уроки Торина, большая умница, поэтому нечего бояться и стесняться. Нечего бояться. Друзья, нам нужно понимать, что Всевышнего нет никакого желания нас за что-то наказывать. Всевышний нас – это не какой-то дядечка, который ждёт, чтобы мы облажались, я прошу прощения, да, и нас наказать. Эти несъенот, эти испытания приходят только для обычных людей, таких как мы, приходят из-за того, что мы нарушаем законы природы. У таких праведников, Ясо-До-Лям, основа всего мира, таких как Раби Акива, таких праведников, их много, которые погибли страшными смертями, это только потому, что это была возможность страданиями тела поднять душу на более высокий уровень, и они этого хотели, осознанно хотели и просили, да, мы понимаем, то есть это разные вещи. И ни в коем случае не думать о Всевышнем, что он нас подкарауливает и записывает в такую тетрадочку все наши промахи, чтобы потом хрязь там, опочки. Это что ж такое Раби Акива должен был сделать, чтобы его так жестоко наказали? Это вообще не так, не надо так думать, потому что это только погружает нас в неправильный страх перед Творцом. Окей? Спасибо. Спасибо большое. На самом деле всегда в таких ситуациях мне вспоминается пример учителя и любимого ученика, который чем посильнее и покрепче ученик, тем интереснее преподавателю задать ему какую-то сложную задачку, чтобы в очередной раз порадоваться талантами и способностями своего любимого ученика увидеть. Опа! И эту высоту взял. Молодец. Да. Молодец. Да. Тут есть еще вопросы, Рабанит Лея, что делаем? Давайте еще один вопрос, и уже будем... Еще один вопрос. Пошли за спать. Я прошу прощения, у Наоми здесь много было вопросов, но было чуть пораньше. По предыдущему уроку, почему нельзя, Люба спрашивает, в одиночку читать 13 атрибутов милосердия? Можно читать, но не говорить имя Всевышнего. Имя Всевышнего, Ютки и Вавки, мы можем говорить только если мы это читаем в Миньяне. То есть не мы женщины, а мы присутствуем при чтении Свитка Торы в Миньяне или присутствуем при чтении Свитка Торы в Миньяне. Можем открывать Тору и спокойно читать, хоть и зачитаться. Желательно это делать сейчас каждый день, каждую ночь или на рассвете. Открывать, читать слихот, если женщина хочет, то, конечно же. Но и мужчине тоже нельзя это произносить вместе с именем Всевышнего. Только если это бы не гунин, специальным произношением таким, когда открывает сам Свиток Торы и читает по Свитку. Только таким образом. Почему? Вряд ли вам кто-то даст ответ, кроме того, что понятие того, что эта фраза, это как ядерная бомба. И просто там раздавать красную кнопку направо-налево, как бы нет надобности. И нужно понимать, что это действует и охранять, беречь это, не растрачивать это. Спасибо огромное. Лея спрашивала здесь, наша слушательница, где можно найти этот урок, похожий урок на английском, потому что хочется поделиться с друзьями. Я подозреваю, что Рабанит Лея готовилась индивидуально. Это не какой-то перевод, не какая-то адаптация. Я знаю, что вы готовите эксклюзивно ваши уроки. Совершенно верно. Но могу раскрыть с удовольствием даже наоборот. Если человек на иврите говорит, то очень интересно послушать Рава Ашерова, который очень много говорит Хасидут Шельбаль Шемтов. Мудрый ученик и очень интересно рассказывает про здоровье, всё, что касается здоровья и страха. У него есть лекции интересные. Конечно же, Раби Мислоним, все вещи, которые я здесь привожу, это Раби Мислоним, прям открываем его Маамар и прям читаем Раб Деслер, Мехтав Ильяу на иврите, на английском, конечно же, тоже есть. Лёха Сэр, как говорится. Много есть всего. Огромное вам спасибо. Чтобы ваша подготовка к Шабату была плодотворной, чтобы не было усталости, чтобы молитвы все были услышаны, чтобы Шабат Шума был действительно полезным во всех смыслах. Спасибо, спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.